Всемирное соревнование по прыжкам с парашютом в Вингсюте 2016 подходит к финалу. Последние раунды соревнований принял на себя живописный район Дашаньбао в правильнице Юньнань на юго-западе Китая. На днях здесь прошли тестовые соревнования. Подробности в репортаже моих коллег. Сорваться с обрыва в пропасть, но уцелеть и выбраться. Такое волнующее зрелище можно увидеть в эти дни во время международных состязаний по прыжкам в костюме Вингсют в Китае. Более 50 спортсменов из 20 стран примут участие в данном состязании. Из-за непогоды финал турнира был отложен на несколько дней. И только вчера спортсмены смогли провести тестовые соревнования. Гранд-финал за титул чемпиона состоится уже в это воскресенье. Суть гонки – пролететь в костюме Вингсют 4 дисциплины. Дальность, время, скорость с наилучшими показателями и новая дисциплина умения. В этом году в финал соревнований вошла новая дисциплина. Во время полета спортсмены должны пройти сквозь мишени высотой более двух метров и шириной трёх метров. Это новый трюк, которого не было ни в каких других соревнованиях. Для проведения финальных соревнований был выбран горный район Дашаньбао. Это одно из популярнейших в мире мест у любителей экстремальных видов спорта. Дашаньбао – идеальное место для прыжков с парашютом. Здесь высота пика составляет свыше трёх тысяч метров, а относительная высота – примерно 2600 метров. Это уникальное место для спорта. Кроме того, это единственный в мире высокогорный комплекс, где есть транспортная дорога. Среди участников соревнований всего два китайских спортсмена. Это говорит о том, что в Китае прыжки в Вингсюте пока не слишком популярны, как, например, в зарубежных странах. Но организаторы мероприятия уверены, что в будущем этот вид спорта будет пользоваться популярностью в стране.